Как преобразить свою аватарку в социальных сетях? Тут на помощь приходит NFT. Воу, 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 погоди. Ты реально хочешь в конце 2022 года втирать людям про NFT? Ты бы лучше телеграм-канал себе создал. Вон в комментариях люди уже все об этом пишут. Видел я эти сообщения, там если посчитать, ну максимум человек 20 об этом просило. И зачем мне это надо? Чтобы у меня был телеграм-канал с 20 подписчиками? Давай посмотрим правде в глаза. Да, на тебя и 20 человек, ты уже вряд ли подпишешься. Ну, вообще да, да. А вот если зрители под этим роликом 5000 лайков поставят, тогда создашь? Разве что успеют до нового года. До нового года. Но пока у меня нет телеграм-канала, обязательно подписывайтесь на мою страницу ВК, которую я сейчас активно веду. Там очень высокоинтеллектуальные посты, которые набирают целую кучу просмотров. Плюс можно, например, аватарку мне лайкнуть, но не ту, которая у меня стоит сейчас, а ту, которую я сделаю прямо в этом выпуске. Тем более, что это будет аватар NFT. Да ё-моё, опять ты про эти NFT, серьёзно? Ну никому уже не интересно, все уже давно знают, что это скам и ничего больше. Может быть, это, конечно, и скам, но тут подъехала одна фишка. Когда у тебя на аватаре стоит не обычная картинка, а NFT, то ты получаешь вот такую моднявую рамку. Опа! Ну тогда рассказывай. Короче, на днях я захожу в ВК и замечаю, что там появилась новая вкладка NFT. Я как-то, знаете, не придал этому значения. Всё-таки староват я для этого и очень далёк от вот этих всех трендов и так далее. Но потом я начал замечать в комментариях, что у некоторых пользователей вместо обычной круглой аватарки появляется вот такая цветастая рамка. Ну а я, как любитель донатов и всяких там галочек, кстати, галочка в ВК у меня уже есть, а вот рамки нет. Поэтому надо закрывать гештальт. И я решил разобраться во всей этой теме. Нарисовать картинку? В этом нет вообще ничего сложного. Сложно это вот всякие там крипто-кошельки, вот мета-платформы. И с этим у меня возникли самые большие трудности, чтобы понимали вот, насколько я вообще не трендовый чувак. У меня вот даже браузер для этого не подходит. Чтобы вы понимали, в списке поддерживаемых браузеров есть даже Edge. Edge, Карл! Ну почему-то нет Safari. Да, я до сих пор пользуюсь Safari, стандартный браузер, что на iPhone, что на MacBook. Меня все устраивает. Вот эти там, то, что там крипто-штук всяких нет. Мне пофиг. Короче, мне пришлось скачать новый браузер, залогиниться, там все вот эти данные, пароли, непонятные какие-то слова. Наверное, их не стоит, да, вам показывать? Ну уже поздно, наверное, да? Ладно, окей. В общем, дошел я до самого основного этапа создания самого NFT. И по большому счету, ВК позволяет использовать в качестве аватара, даже самую обычную фотографию, собственно говоря, многие пользователи, они именно так и делают. Просто загружают свои фотографии, получают NFT-токен, вот у них аватар. По большому счету, можно даже сделать просто скриншот тех самых известных обезьян, загрузить их как NFT и поставить себе на аватарку, типа вы их купили там за миллион долларов. Меня такой вариант, естественно, не устраивает. Я решил подойти к задаче более творчески. И, недолго думая, зайдя на свой канал, сделав сортировку видео по популярности, понимаю, что тема должна быть обязательно с дошираком. Именно поэтому я решил сделать первый в мире NFT доширак. Для этого мне нужно было сделать фотографию лапши, благо, что у меня тут ее в достатке. Единственное, что она должна быть не круглая. Я сразу решил, что надо найти квадратную, ну, чтобы это было похоже именно на доширак. Но, когда пришел домой, меня ждало разочарование. Какого-то черта в такой упаковке была круглая лапша. Кто вообще делает круглую лапшу в такой упаковке? Короче, мне пришлось еще раз идти в магазин. Я решил взять уже сразу несколько упаковок, чтобы наверняка делаю фотографию, немножко ее редактирую, загружаю и вуаля! Первый в мире NFT доширак токен за 1000 долларов готов. Ссылка в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. До скорого. Сказал бы я, если был бы бездарным тиктокером без творческого потенциала. Но я-то, ютубер, я могу лучше. Но, к слову говоря, ссылка на NFT доширак за 1000 долларов реально есть в описании. Ну, мало ли. Там всякое дерьмо в интернете покупают. В общем, дальше начинается штука, о которой не слышал ни один тиктокер. Это творческий процесс. Я решил не брать готовые фотографии из интернета. Я решил все отфотографировать самостоятельно. Ну, а после чего в фотошопе остается только все это объединить в один визуальный шедевр. Первое, что мне пришло в голову, на самом деле, бредовая идея. Типа, ну, вместо бороды, там, вместо бровей, да, сделать все это как бы из доширака. Типа, прикольно. Но, когда я посмотрел, во что это потихоньку все превращается, я понял, что это какой-то кринж. Поэтому далее было решено сделать некий обезличенный портрет, который, к слову, сможет использовать еще и каждый из вас. В конце концов, я тут не просто балуюсь, а делаю прям полноценную NFT-коллекцию. Современное искусство, ее бред. В общем, я убрал все лишние атрибуты индивидуальности и в итоге у меня получился вот такой вариант, который можно совершенно спокойно размножить, изменяя там цвет фона, либо, например, цвет кепки. И вуаля, перед вами первая в мире NFT-коллекция доширак портретов. Один из уникальных вариантов я поставил себе на аватар ВКонтакте. Собственно говоря, вот теперь можно переходить и ставить под него лайки. Но, что касательно остальных вариантов, я, честно говоря, не совсем понял, смог ли я сделать так, чтобы они продавались или нет. Но, в любом случае, если вы купите хотя бы одну такую картинку, это здорово поможет развитию канала и уменьшит на нем количество рекламы, которая вам так сильно не нравится. Не нравится реклама? Покупайте искусство. Не знаю, какую ссылку там правильно оставлять. Нужно вот эту или вот эта ссылка на покупку. Или какая-то из них это вообще пароль от моего аккаунта. Почему так сложно? Как я уже говорил, слишком старя для этой фигни, ну а чтобы оставить рабочую ссылку на ВКонтакте, это я всегда могу. Она в описании. Ну и не забывайте про 5000 лайков под этим роликом, да, как мы решили, если вам будет интересно, запускаю телеграм-канал. Но главное, успеть нужно до Нового года. Счастливо!